Здравствуйте! На ваших экранах информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Карен Нарсисян, главный режиссер Рязанского театра драмы. Здравствуйте, Карен Юрьевич! Здравствуйте! Очень давно хотели с вами познакомиться, потому что достаточно плотно сотрудничаем с нашим любимым драмтеатром. Наконец-то это случилось. Хочется узнать о вас побольше. Если можно, расскажите, как сказать, о вашем творческом пути. Где учились, где работали, может быть, какие-то наиболее интересные работы отметите. Учился я в прекрасном городе Ереване. Я закончил Ереванский театральный институт, режиссерский факультет. После чего, да, успел какое-то время даже поработать в Ереванских театрах, в Ереванском русском театре, в Ереванском тюзе. Но это было еще начало 90-х. Самое начало 90-х. После чего я сразу уже получив... Да, я оставил спектакль в Ереванских театрах еще в процессе учебы в институте. Получив диплом красный, я сразу же переехал окончательно в Москву. В Москве я работал в театре у Никитских ворот, в театре Джигарханяна, в Новом драматическом театре, областном театре Островского. 11 лет назад я основал еще свой такой небольшой театр, который называется «Театральное товарищество. Старый театр». Это абсолютно такое независимое театральное объединение, где играют актеры из разных театров Москвы, и актеры, которые играют только в Старом театре. Это как бы такой мой свободный художественный проект, независимый ни от кого, где я, значит, вот воплощаю самые свои смелые замыслы и очень дорожу этим театром. И, в общем, он по сей день существует, так как я им распоряжаюсь сам, то есть мы какой-то период можем играть, какой-то не играть, то есть мы не зависим ни от кого. Кроме того, я вот в последний год, в последний сезон, был главным режиссером Московского театра на Перовской. И также я ставил много, а может и немного, все относительно в разных прекрасных городах России. И не только России. И не только России, да, и не только России. Вот, у меня было два спектакля в Америке, такой фестивальный центр Юджина Унила. У меня был проект с Чехией. А что вас вообще привело к нам в Рязань? Насколько я знаю, был какой-то конкурс на замещение? Да, был конкурс, в котором я с радостью принял участие. Тут, понимаете, дело в чем? Почему я вот как-то так, я прочел, увидел это вот объявление о конкурсе, и как-то весь мой организм незамедлительно на это среагировал, на это предложение принять участие в конкурсе. Дело в том, что мой дед, дедушка мой, родной, мамин, папа, в течение 10 лет, 50-60-х годах, был главным архитектором Рязани и Рязанской области. И поэтому, то есть, мама моя здесь ходила в школу, тетя моя здесь ходила в школу, потом туда еще, там, как бы за моим дедом еще подтянулись и другие родственники, там, мои двоюродные, там, дяди, тети, двоюродные бабушки, дедушки, они все, почему дед мой уже потом переехал в Ереван, ну, собственно, почему я родился в Ереване, а остальные родственники еще продолжали какое-то время жить здесь. Здесь похоронена моя прабабушка. То есть, для меня с раннего детства, еще живя в Ереване, для меня был вот город Рязань, я всегда понимал, что это вот родина. Естественно, я в детстве сюда приезжал пару раз, и у меня всегда было желание поставить спектакль в Рязанском театре драмы. Но, и мы, более того, мы даже вели переговоры с Семеном Борисовичем, но то одно, то другое, что-то как-то вот, то есть, как бы, ну, так переговоры шли и шли о постановке. Пока это вот не переросло вот в это участие в конкурсе, и я очень рад, что вот конкурс закончился вот таким решением отборочной комиссии. Каким образом вообще этот конкурс был организован? То есть, вам там тоже нужно было представить какую-то постановку? Да, да, да. Ну, не совсем постановку, такую небольшую постановку, там. Хотя, опять же, никто не ограничил ни в чем. Он стал из двух туров. Первый тур – это, собственно, было собеседование с министром культуры и с другими членами комиссии. И многие отсеялись. А претендентов, в общем-то, как бы, было неожиданно много. Кто хотел взять на себя эту тяжелую ношу? Многие отсеялись после первого тура. А, собственно, второй тур – это надо было сделать что-то с актерами театра. И я взял сцену довольно-таки большую из Вишневого сада Чехова. Но, понимаете, для меня это было, даже вне зависимости от того, чем закончится конкурс, я получал в процессе этих репетиций, которые, ну, собственно, длились, там, дня четыре, наверное, ну, это утро-вечер, я получал просто, ну, огромное удовольствие от работы с актерами театра. И если на первом туре я еще даже, как бы, допускал мысль сам, а правильно ли я поступаю, потому что на тот момент я еще был главным режиссером Московского театра, то есть я все равно принял, как бы, довольно-таки сложное для себя решение, отказался от Московского театра в пользу Рязанского. Вот, ну, когда я уже репетировал с артистами, я понимал, что да, я сюда хочу. Мне всегда интересно, у режиссеров, у них тоже есть какие-то предпочтения в плане постановок? Я не знаю, зарубежная классика, русская классика, что-то современное? Или, в принципе, вы должны ориентироваться на зрителей в соответствии с его какими-то вкусами и потребностями подбирать репертуар? Нет, если мы будем ориентироваться только на вкус зрителя, то мы и превратимся просто вот в такое вот обслуживание населения, мы плавно превратимся в ресторан. А у театра все-таки немножечко другая задача. Мы, кроме того, что да, конечно, людям должно быть приятно, комфортно, радостно, но надо зрителя вести за собой, а не как бы... Идти за ним. Идти за ним, да, да, да. Потому что это проверено, это губительно. А говорить о каких-то предпочтениях, что вот там, скажем, я могу о себе, да, говорить, что у меня предпочтения занимаются классикой, русской или зарубежной, или современной пьесой, мы все же живые люди, и режиссеры – это же они люди. Мне интересны те режиссеры, которые люди, а не которые просто работники, которые творческие люди. И, естественно, предпочтения меняются. Естественно, сегодня может быть вот это, завтра, вот это, послезавтра еще что-то. Просто все, что вы перечислили, это классика Мольер, Шекспир, Чехов. И интересно, что нам в ближайшем времени ждать, как драматически сказать. Да, ну я вам сейчас так перечислил, потому что, ну, действительно, это очень интересно работать с такими мощными авторами. Но при этом я ставил огромное количество и современных пьес. Можете приоткрыть завесу тайны и сказать, может быть, над каким-то спектаклем уже идет работа? Нет, я пока работу не начал, потому что сейчас в театре представят гастроли. По возвращении из гастроли будет 1 октября открытие сезона спектаклем «Вышел ангел из тумана» по пьесе Гладилина. И это бенефис народной актрисы Коршуновой. После чего будут ставить режиссеры, опять же, это еще как бы договоренности с ними уже были, но сейчас я тоже включаюсь в этот процесс общения с этими режиссерами. Но уже в планах театра это французская комедия, контракт, автор ББР, потом совершенно замечательная пьеса «С любимой не расставайтесь» Александра Володина. Вот, после чего я начну со сказки. Это будет прекрасная сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Вот, и я надеюсь, что вот мы вернемся с гастроли, откроем сезон, и параллельно с репетицией других спектаклей я начну уже вот этот материал с артистами осваивать. Ну что ж, я так понимаю, много всего интересного нам еще предстоит увидеть. Мы будем с нетерпением ждать открытия сезона, ждать ваших работ и, конечно же, освещать все премьеры. Спасибо большое, что вы нашли время к нам прийти. Приятно было с вами познакомиться, пообщаться, надеюсь, не в последний раз. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова